Вот сегодня у нас такая вот остановка. Остановка называется Средние века. Вот так вот ретроспективно взглянуть на историю науки, прошлой, как это выглядит. Так вот, посмотрим. Значит, ушел ледник. Кстати, что было до ледника, неизвестно, потому что ледник все сгладил, между прочим. Ушел ледник. Так, тут народ, человечество европейское, значит, стало, что такое, медленно-медленно мастерить. Мастерили себе из шкур что-нибудь, из камня что-нибудь, делали вот из глины, обжигали глину, да, вот такие вот дела делали. То есть, какой-то уровень практических знаний у них был. Раз. Потом что-то такое случилось, появилась городская цивилизация. Вот я так вот честно вам говорю, что-то такое случилось. Вы знаете, вот в чем заключается различие взгляда на историю человека, воспитанного на, так сказать, точных науках, на материализме, что он всегда привык говорить правду. Вот если он не знает, что случилось, он так и говорит, что-то случилось. Причем он с этим очень хорошо, так сказать, мирится. Ведь случилось же все равно. Все равно же случилось. Вот что-то случилось, и появилась городская цивилизация. Вот я модели появления цивилизации не измышляю городской, тем более, что от тех времен не осталось никаких рукописных сведений. А при нас ни разу городская цивилизация ни в каких-то, так сказать, ну вот отставших в своем развитии цивилизационных народов не появлялась. Вдруг ни с того ни с сего, да. Вот это тоже загадка. Вот другие народы, вот те, которые, так сказать, приобщают к цивилизации европейцы последние несколько веков, там, индейцы, аборигены, Австралии, они как-то вот не очень даже как-то и хотят какую-то свою особенную цивилизацию создавать городскую, изменять свою прошлую цивилизацию, да. То есть, либо они вливаются в такую вот европейскую, либо просто из нее уходят опять в свою, в отсутствие городской цивилизации. Ладно, случилось, образовалась городская цивилизация, да. Тут какой-то появился запас научных знаний. И вот этот запас научных знаний без сдвигов просуществовал до эпохи, где-то примерно VI века до нашей эры. После этого начался взрыв научный. Я вот вам пытался предложить такую вот мысль, значит, наблюдаемый факт такой приводил, что в это время на арену в качестве важных, так сказать, политических игроков, значит, мировых, арену, так сказать, историческую арену, как игроков, да. Игроков вышли народы, в которых преобладали люди с активным левым полушарием, да. Это народы, пишущие, впоследствии ставшие писать буквами, в отличие от людей, значит, правополушарных, которые предпочитали писать иероглифами. Например, древние египтяне. И начался бурный рост науки. Причем наука часто сначала, причем, что очень характерно, наука сначала, ну, так сказать, декларировала свою бесполезность, то есть свою самодостаточность. Наука для себя, не для кого-то. Потом постепенно эта наука для кого-то стала становиться. Оказывается, вот эти вот достижения абстрактных наук, точных, в общем-то, наук, геометрия, математика, их удалось поставить на службу техники. Архимеду удалось. Птолемею удалось. Хотя модель мира Птолемея была, ну, принципиально не такая, как на самом, значит, деле вот есть, по нашим теперешним представлениям. Но очень хорошо описывала то, что происходит на небе с точки зрения обитателя Земли. Ведь с точки зрения обитателя Земли, значит, все движется вокруг земного шара. Это мы сейчас, значит, богатые задним умом, зная, значит, законы Ньютона, законы механики, знаем, что тело, вот эти вот ускоренные движения требуют, значит, определенной силы, которую к ним надо прикладывать, да. Знаем, что Ньютон определил, значит, источник сил, как, значит, силу вот этой гравитации, всемирного тяготения. И что вот в нашем планетной системе самое сильное тяготение к себе, значит, у нас, у всех остальных планет проявляет Солнце. Вот это, значит, вот так вот гравитирует сильнее всех Солнца, оно-то и является центром мироздания. Это мы сейчас так бодро, прекрасно понимаем, кое-какие, кто-то, значит, дифференциальное уравнение умеет решать, там, про это движение планет вокруг Солнца. Кто-то просто по учебнику помнит школьному, что так должно быть, вот. А тогда ведь этого не было. То есть, это был очень большой успех. И вот тут опять произошла остановка. Где-то вот так сначала, вот, причем остановка не резкая. Не резкая остановка, не надо думать, что вся остановка была связана только с гибелью вот этого античного мира в виде, значит, крушения Западной Римской империи. Во-первых, просто-напросто осталась Восточная Римская империя. Она-то не погибла. И вот в ней вот эта вот ситуация продолжалась существовать до августа 1453 года, пока Константинополь не был взят, так сказать, турками. Вот эта вот римская цивилизация вот там, там, в общем-то, сохранялась античная. Мы просто об этом не хотим так как-то вот часто в глаза совать, потому что никаких таких успехов-то не имело. Вот эта вот Восточная Римская империя в научном плане не проявляла, не давала нам оснований, значит, вписывать ее в аналы истории науки. Наука затормозилась где-то вот со времен... Она уже при Птолемее уже так это медленно шла, пробуксовывала, мало было новенького. Что-то у них вот этот вот напор прошел. Рим очень был политизирован. Это общество такое было политизированное, крупное, большое, масштабное. На римлянах лежала ответственность за все больше и больше, значит, территории вокруг Средиземного моря. Им надо было там наводить, устанавливать порядок. Это был такой римский мир, да? Как это, это пакс романа, кажется, так это на, так сказать, кухонной латыни звучит. Ну, ушли они от науки. Вот что с ними сделаешь? Остановилось. Вот как-то у них вот это любопытство к познанию мира заглохло. Может быть, дело в том, что вовремя у них не был создан математический анализ. На мой вот взгляд, что владея греки математическим анализом, тригонометрией, вот в том размере хотя бы, как им владеет там школьник современный в старших классах, то они бы свернули бы горы. Они бы создали технику, какую-то техническую физику гораздо раньше, чем это было создано реально. Но эта история, как говорят, не имеет сослагательного наклонения, так вот толкуют люди. Хотя это не совсем, кстати, корректный ответ. А что значит история не имеет сослагательного наклонения? Вот учили меня в свое время в науке, которая называлась история войны военного искусства. Ну как это так? История не имеет сослагательного наклонения. Когда меня анализировали ошибки того или иного полководца. Вот почему он проиграл битву. Ему надо было сделать вот так, тогда бы он выиграл битву. А он этого не сделал. А вот до таких военных достижений додумался кто-то другой позже. Что ж, было бы. Я помню в детстве, где-то в моем, очень была такая идея. А вот что бы было бы, если в Бородинской битве у наших были бы, например, автоматы Калашникова. Вот у детей такая была, значит, мечта. Вооружить Багратиона и Кутузова автоматами Калашникова. Вот. Ну вот. Ну вот такая вот мысль. Так вот что-то там сломалось. Сломалось что-то. И даже Восточная Римская империя, просуществовавшая еще лишнюю тысячу лет, ничего в науку принципиально нового и глубокого не внесла. Торможение было. Ушли лучшие умы, значит, в религию. В разное создание разного рода, это на Восточной Римской империи имею в виду, в создание разного рода ересей, так сказать, вот такие вот вещи. Куда-то так вот они, вот там они себя проявляли. А в Западном мире вообще наступил, как говорят, сумерки Средневековья, извините меня. Ну, тут можно их, кстати говоря, понять. Потому что Рим рухнул. Вот случилось такое, что на Рим напали, значит, гунны. До сих пор, в общем, я не нашел в книжках положенного объяснения, кто же они такие были. Кто говорит, что были, неизвестно кто. Это, видимо, самый правильный ответ. Кто говорит, что это были некие вот жители, так сказать, монгольских степей. Вот. То есть, такие авторы утверждают. Ну, то есть, вот такой диапазон. От неизвестных, кто из Европы, до известных, кто из монгольских степей. Вот. Вот такой вот широкий диапазон объяснений. Но, однако, факт остается фактом, что где-то, значит, в V веке этих гуннов разбили совместными усилиями римляне и другие, значит, народы европейские. И после этого не так уж долго прожил Рим в своем прежнем статусе, столице мира. Погибла Римская империя. В власть на каждом участке европейской поверхности стала принадлежать местному, так сказать, авторитетному руководителю, который, значит, взимал, так сказать, дань своих окружающих жителей его и обеспечивал им защиту от соседнего, такого же авторитетного руководителя. Вот и все. Вот. Единственным связующим, как бы сказать, культурным отношением звеном оставалась христианская религия. Просвещение, грамотность были на очень низком уровне. Далеко не все священники были грамотными. Меня в свое время совершенно поразил, удивил факт, что, значит, студент-богослов Мартин Лютер, значит, учился когда в университете, познакомил, нашел в библиотеке университетской, случайно нашел Библию. Понимаете, студент-богослов случайно находит Библию. Это студент-физик случайно находит учебник физики в университетской библиотеке. Да, это примерно так же. Вот меня это очень в свое время факт удивил. Но вот так вот книжное познание было тогда очень отделено от такой обиходной, идеологической и любой другой деятельности. Отдалено было. И вот первые, так сказать, эпохи средних веков, вот так вот принято в архитектуре, скажем, связывать с романским стилем, вот такой вот немножко грубоватый, вот посмотрите на картинку, такой очень восходивший по своей стилистике к древнеримским сооружениям. Вот такие толстые, толстые, мощные стены. Не умели римляне делать красивых сводов, какие вот были у готических соборов. А вот готический собор, это уже позднее средневековье, видите, какие вот... Все-таки техника-то развивалась за это время, да, заметили? Что-то все-таки с ними там происходило. Вот, от таких вот тяжелых, мощных, толстых стен перешли к не менее прочным, но более воздушным, более легким готическим очертаниям. Вот так вот, что-то все-таки произошло за средние века. А это вот ложка меда, так сказать, воздравие науки, тем не менее. И буквально, можно даже пофамильно называть некоторых людей, которые сохранили в средневековье античную науку. Человек с характерной фамилией Беде сохранил, например, Аристотелеву биологию. Вот ему мы обязаны тем, что вот существует до сих пор сведения о том, что там думал Аристотель. Книги многие очень, значит, античных авторов просто в первый момент были утрачены, вышли из культурного обихода. Попадали от арабов уже после эпохи крестовых походов. Вот к нам они, к нам, ну, громко сказано, в Европу попадали. В Европу попадали, в переводах, вот, например, книга Птолемея, вообще известна под названием Альмагест, явно каким-то таким арабским названием, арбизированным названием. Перевод из Птолемея, да, и Клавдии Птолемея. И вообще система мира была даже, скорее, не Птолемеева, а Аристотелева. Система мира, вот эти вот круговые движения вокруг Солнца, планет, да, вот. Тогда тут же возникла идея, даже как-то вот почему-то пропала куда-то, ушла в песок мысль Аристотеля о том, что Земля-то всё-таки круглая, да, что где-то вот за столбами Мелькарта, или как там, за столбами Геракла, да, за столбами Геракла, то есть за проливом Геблартарским, где-то уже близко-близко находится Индия, то есть земля-то круглая, вот. Это тоже как-то было утрачено. Все стали считать Землю плоской, накрытой сферой, да, потому что наука вот в этом плане, в объяснительном плане, ушла куда-то такой вот на зарю античной науки, туда ушла. То есть есть любопытный человек, который спрашивает учителя, а как устроен мир, а учитель ему придумывает сказку. Вот плоская земля, чуть ли не на трёх китах, или трёх слонах, или трёх черепахах, сверху накрыта хрустальным сводом, вот по хрустальному своду там что-то как-то катается, да. Да, вот. И у многих, значит, там просто возникал потом после этого такой вот осадок, а как же так это может быть земля плоской, как же это вот там под землёй всё это проезжает, должна быть земля круглая, раз у нас есть сфера, да. Вот такая вот, то есть отброшена была мысль назад. Вот это вот большая, в общем-то, загадка для меня, почему восточной-то Римской империи, которая просуществовала ещё тысячу лет, в которой вроде как этого заката не было, почему там наука вымерла, ушла куда-то. Вот, кстати, в России ведь наука, ну, такая вот европейская цивилизация откуда попала? С Востока, из Константинополя, из Восточной Римской империи. Оттуда попали греческие книги, греческие переводы, по которым, скажем так, учился Иван Васильевич Грозный в своё время, да, вот он был знаток всех этих вот книг византийских. Почему же нам пришлось ещё раз импортировать науку уже из Западной Европы? Вот этот вот как-то вот импульс вот этот вот познавательный, куда-то ушёл, пропал. Здесь дело не только в катастрофах, не только вот в этих вот катаклизмах, которые, значит, случились с Западной Римской империей. В чём-то ещё. Для меня это загадка. Я не понимаю, не знаю, чем объяснить, почему вдруг у людей пропало любопытство. Здесь тут, правда, значит, одна схема, с которой можно соглашаться, можно не соглашаться. Вот смотрите, как выглядело дело. Почему погибла Римская империя? Снова здорово. Значит, давайте разбираться. Значит, империя завоевала всё, что могла завоевать. Здесь южнее её пределов была Сахара. Там, в общем-то говоря, большого любопытства завоёвывать никакого не было. Восточнее её пределов там простирались страны, в которые почему-то очень трудно было внедряться римлянам. Ну, там климат был, возможно, для них неподходящий. Это раз. Во-вторых, там были, как ты сказать, старые устойчивые традиции, которые не позволяли их, ну, скажем так, ассимилировать. Вот туда вот, сзади, вот за Тигра и Фрат, туда как-то вот не стала продолжаться римская экспансия. На север леса, малонаселённая, уже северная Европа, а там Атлантика. Там это, значит, на западе. Это как бы обошёл всю Древнеримскую империю по границам. Что это остановило всё? Поступление рабов прекратилось. Некому было работать. Почему грек был учёным? Да он был бездельником. Вот потому он и был учёным. Ему работать не надо было. На него работал раб. Он был свободный человек. Жил для самого себя. Он был самодостаточен. Вот он кто такой был. Вот почему он был свободный человек. Потому что он никому ничего не должен был. Жил для себя. Да потому что на него раб, простите, работал. Не был бы человек свободным, если бы вокруг него не были бы рабы. А тут поступление рабов прекратилось. И это привело к неким, ну скажем так, экономическим проблемам. Пришлось для удержания империи римской в каком-то таком вот, в приличном состоянии раздавать римское гражданство. Вот апостол Павел был римский гражданин, в частности. Насколько я понимаю, если мне изменяет память, апостол Пётр был римский гражданин. То есть они, обладатели были, вот говоря современным языком, так сказать, римского паспорта. Что делало их, ну, не подсудным, не римскому суду. Да, то есть они были, вот его, так сказать, были подданы римского кесаря, римского императора. Вот. Вот такой был факт. То есть раздавали всем это, это звание, скажем, привилегированное. Постепенно его вес снижался в обществе. Значит, верхушечка хорошо хотела пожить, естественно, наукой не увлекалась. И получилось так, есть верхушка, которая поддерживается, сидит на штыках, как сейчас говорят. Ну, а тогда они сидели буквально на щитах своих, значит, легионеров. Значит, они строили такую черепаху, покрытую щитами легионеры. Вот на этой черепахе восседал новый, значит, император. Они его вносили там куда-то на Капитолий, чтобы он, значит, стал новым императором вместо прежнего. Вот. А внизу была масса рабов. С рабами тоже было туго. Значит, плохо они работали, мало их было. Приходилось придумывать что-то вроде крепостных крестьян. Колонны назывались. Они были как бы прикреплены к земле и частично, в общем-то говоря, плоды с этой земли себе получали. Но они не были свободными гражданами. Они были что-то среднее между рабами и крестьянами. Колонны называлось это так. И вот эти колонны тоже любили очень восставать, бунтовать. Они, с одной стороны, и не рабы, не говорящие орудия. То есть, их не скажут, что это вообще никто, вообще это не человек. То есть, это всё-таки элемент общества. А с другой стороны, это элемент общества, лишённой культуры. И вот эта вот прослойка, как её условно, от аристократии, то есть, с одной стороны, образованные, с другой стороны, с другой стороны, они не наверху. Их постоянно могут как-то вот, какой-нибудь император придумает за что-нибудь у него конфискацию устроить. Потому что императору негде брать добычу. Как раньше император, так сказать, порядочный? Пошёл, завоевал, пригдал толпу рабов, добычу привёз. Вот он хороший и богатый. А теперь ему, чтобы стать хорошим и богатым, чтобы от него не разбежались его телохранители, ему нужно у кого-то конфискацию проводить. И вот этот вот слой богатых бездельников, он оказался, так сказать, прослойкой. Помните, как в своё время называли? Вот у нас, говорит, два класса, а между ними прослойка, да? Пролетариаты и крестьянство, а между ними простойка и интеллигенция. Вот эти они, пролетариаты и крестьянство, значит, давят на интеллигенцию, да? Ну, это такой был анекдот времён советской жизни. На самом деле, пролетариаты и крестьянство на интеллигенцию не давили, я этого, по крайней мере, не замечал в своё время. А вот тут вот происходило давление. Сверху этот давит император со своими ребятами, с ножами, которые, да? Вот давай, давай нам конфискацию надо у них какую-то сделать, иначе добычи негде взять. Завоёвывать вокруг некого. Не осталось, кого бы завоевать для богатства. Малонаселённые территории. Описал я вам, да? Вот малонаселённые территории. Труднозавоёвываемые, с другой стороны, к тому же ещё. Мало приносящими, так сказать, добычи. А с другой стороны, охотах красиво пожить. А внизу народ, который хочет выставать, бунтовать. Для него этот аристократ, эта первая добыча, да? Вот его ограбить и пришибить. Они, казалось бы, с двух сторон их давили. Никому были не нужны. То есть в обществе вот этот вот просвещённый аристократ, он был никому не нужен. Если Архимед был нужен как инженер в своё время, вот он был нужен завоевателю римлянину, ещё тогда молодому республиканскому Риму. Он был нужен, да? Его, кстати, похоронили тогда, но и забыли. И вот один из римских авторов отыскал впоследствии на Сицилию в его могилу. На его могиле была поставлена колонна, на которой были высечены три фигуры – шар, конус и цилиндр. Это в честь чего? Оказывается, в своё время Архимед, кроме других своих заслуг, он имел такую. Он определил соотношение объёмов. Значит, смотрите, как цилиндр, вписанный в него шар и вписанный в цилиндр круглый конус. И вот это такое соотношение 3-2-1. Цилиндр в три раза больше по объёму, чем конус, а шар, значит, в два раза больше конуса. Вот такая вот, значит, модель, да, в честь него была. Вот была могила, заросшая бурьяном, ну и в конце концов эта могила потеряна. К сожалению, некуда съездить на могилку Архимеда в Сицилию возложить веночек. Вот, ну вот, уважали они его, да, вот, уважали, как учёного уважали. А вот эта вся аристократия римская, она была сама для себя всё-таки. Она не смогла стать инженерной аристократией. Если, вот, когда случился Октябрьский переворот, да, то тоже ведь были сверху революционеры, снизу, так сказать, какая-то вот такая вот масса не очень образованного крестьянства. А в серединке была старая дореволюционная интеллигенция. Так она оказалась нужна, оказалась дореволюционной интеллигенцией. Это была служилая интеллигенция, а не просто были помещики, помещики, которые, как Манилов, о чём-то мечтали, ничего не делали. Они где-то чем-то служили, да, кто в армии, кто, значит, по инженерной части. Они оказались нужны советской власти. Советская власть их ассимилировала, так сказать. То есть при советской власти расцвет науки был, да. Вот этот вот переворот октябрьский, он не разрушил Россию, не разрушил российскую науку. А вот в Риме переворот, вот этот вот, видимо, ещё до переворота интеллигенция просто вся рассосалась. Её, она перестала быть, вот эта вот интеллигенция. Слово-то интеллигенции такого тогда не было. Был термин аристократия. Аристократ ради удовольствия мог, ну, заниматься в том числе наукой. А мог другие удовольствия получать. Вот как. То есть аристократу пришлось перестать быть носителем культуры. Вот какая штука вышла с римским аристократом. Вот такая штука. А в Восточной Римской империи, там у них была немножко другая ситуация. Говорят так, вот схема такая. Очень, говорит, похоже, в Восточной Римской империи вот эту вот власть императора, её обожествляли, как принято было на Востоке, да? А что, простите, власть императора в Западной Римской империи не обожествляли, что ли? Там же приказывали во всех храмах побеждённых народов ставить как статую Бога, статую римского императора, ныне действующего, приносить ему жертвы. Там, что ли, не обожествляли? Ну, не только в Древней Египте фараон был сыном Бога, да? Я вам, кажется, рассказывал эту историю, как выясняли, действительно ли фараон является, так сказать, сыном Бога. Там свидетельские показания принимали и так далее. От кого он был зачат? Значит, фараон оказывал, что от Бога был зачат. Проверки проводили. Вот такие вот дела в Древней Египте были. Вот. А на Востоке власть уж больно люди любили. Во всех отношениях. Не только любили властвовать, но и любили власти подчиняться. То есть, действительно к ней уважительно относились. Вот этого вот такого вот давления снизу на аристократию не было. Было давление сверху, и было более или менее богатое житьё. Но аристократии пришлось срочно идти на службу. А служба с наукой связана не была. Если инженерной службы не было, нужно было вот как-то вот там подчиняться. Выполнять, быть носителем просто этих команд. А. Воевать. Б. Занимать религиозные должности разного рода. Вот и поэтому на Востоке тоже встала наука. Наука не успела, я вам называл фамилию, чьими усилиями она не успела. Не успела стать, как бы сказать, элементом производительных сил. То есть, вот отдельный прорыв, который был у Архимеда, который, значит, инженерил успешно. И в своей инженерной деятельности использовал научные достижения, достижения математики тогдашней. Вот он как-то вот оборвался на этом месте. Если бы был математический анализ, возможности у древних инженеров было бы гораздо больше применять его практики. Это была страшная сила, которой были лишены древние греки. Я вам называл фамилию, кто нам помешал. Я вот всю вину возлагаю на Демокрита, который придумал эту идею, значит, ограниченной делимости пространства и времени. И таким образом он сломал, значит, на полпути дорогу, построенную в сторону математического анализа, вот этими опориями Зенона. Ну, никуда не денешься. Никуда не денешься. А в средние века, в европейское средневековье, продолжала традицию бедности вот этой римской. Рим-то ведь развалился всё-таки не столько от натиска врагов, сколько от бедности. Потому что сначала пришлось императорам заставлять платить налоги римских граждан. Римский гражданин раньше как говорил, я не плачу налоги, я вольный человек, я вот римский гражданин. А тут римскими гражданами всех сделали, почти жителей империи. Но зато я воюю за Родину. Вот зато, значит, обратятся ко мне, так сказать, сенаторы, лучшие люди нашего общества. Причём тогда писали так, император такой-то правил в согласии с сенатом. Он не просто был какой-то самодержец, вот это вот самодержавие. Он правил в согласии с сенатом. У восточных императоров римских, константинопольских, такого терминологии не было. Я, по-моему, ничего-то не помню, чтобы у них был какой-то такой ощутимый политический орган, типа сената римского. Вот. Призовёт меня, так сказать, сенат, мы пойдём, значит, защищать Рим. А тут я плачу налоги, ещё буду Рим защищать. Да что вы! Зачем мне нужно это? Вот так вот постепенно стал он разлагаться. Иссякли источники золота в Испании. Очень была технология, так сказать, варварской разработки испанских золотых месторождений. Значит, как делали? Значит, строился такой колодец на берегу моря, ну, в этой вот береговой полосе. Вниз клали, значит, сучи всякие вот с ветками вот такой вот. А сверху лили воду, воду, которая проходила через, так сказать, мельницу, в которой дробили вот эту вот золотоносную породу. И вот частички золота из раздроблённой золотоносной породы неслись туда. Часть из них прилипала к листьям и к веткам. Потом эти листья и ветки доставали, часть прилипала, остальное в море уходило. Сжигали и из пепла добывали, значит, частички золота. Это был очень нерациональный способ добычи золота в той древней Испании. Они ещё это разбазарили. Когда-то в европейских реках вообще во всех было золото. Вот. Значит, золото Рейна, помните, такая из Тёпера Вагнера. Кстати, загадка геологии. Вот в европейских речках было золото, да? А вот в североамериканских реках золота не было. Вот не было там золота, и всё. И поэтому, значит, как объект колонизации Северная Америка оказалась неинтересна для европейцев. Туда уходили вот только вот религиозные диссиденты. И вот поэтому-то, кстати говоря, что в североамериканских реках не было золота, и возникли североамериканские Соединённые Штаты. Они возникли не на основе, вот, так сказать, лёгкого обогащения, а на основе труда, труда, добычи, вот, так сказать, в поте лица своего, да, вот, хлеба. Многовековая тоже история, кстати говоря, Соединённых Штатов, она вот на пустом месте построена. Там можно было работать. А вот разбогатеть нельзя было в то время. Вот такая была ситуация тогда. Ну ладно, мы не про США агитируем вас, а агитируем про науку. Так вот, обеднела Европа. Рынок ведь был тогда, рыночные отношения. А для рыночного отношения что нужно, прежде всего? Деньги. Деньги. Серебро, золото, ну, в крайнем случае, медь. А уук с деньгами в Европе было очень плохо. То есть наполнить каналы обращения было нечем. И так было нечем, нечем и нечем, пока не появилось мореплавание. Значит, медленно-медленно совершенствовались средства перемещения по морю. Открыли дорогу в Индию. И вот та эпоха, что называется эпохой великих географических открытий, это для европейцев она эпоха великих географических открытий, а для других стран это эпоха великих ограблений, в общем-то говоря. Европейцы сумели ограбить Южную Америку, Индию, Африку. Ну, отовсюду брали, что могли, да, и вот из Африки, в частности, это самое было жестокое ограбление, оттуда брали, значит, людей, их превращали в нелюдей, то есть в рабов, негров-рабов. Везли на плантации в Южную Америку. И хотя бы повезло больше всех, наверное, все-таки индусам, потому что их все-таки ограбили, но хоть им их культуру сохранили. Африканцам меньше всего повезло. У южноамериканцев, индейцев, их культуру, значит, как несоответствующую принципиально европейским понятиям разрушили и заменили на другую. Вот они вот как-то вот таком вот, ну, на мой взгляд, и хорошо, что вот эту вот культуру жертвоприношения человеческих вот испанцы в Южной Америке разрушили. Но, тем не менее, в Европу потекли деньги. Потекли деньги, и вот эта вот Европа, в которой такая вот, знаете, вот такая вот средневековая холодная Европа, одетая в грубую одежду, стала наполняться деньгами. Началось... Деньги ведь это кровь рыночной экономики. Начал работать рынок, началось обогащение, начали богатеть города. Да, города Италии, это были города такие вот транзитные для, значит, торговых обменов с Востоком, да, вот с восточными государствами. Через них, значит, они прежде всех разбогатели. И вот итальянская культура, обратите внимание, сейчас как-то про это мало вспоминаю, что не только в плане живописи, скульптуры, архитектуры, она вот процветала и расцветала в ту пору, поглядев на, значит, восточные, так сказать, красоты. А там еще и наука двигалась. Галилео Галилей, итальянец. Тарталья, создатель, так сказать, средневековой механики, скажем так. Это один из создателей механики. Так сказать, баллистик Тарталья, итальянец. Леонардо да Винчи, итальянец. Причем очень удивительный итальянец. В другой раз мне о нем нужно рассказать, но я хочу что подчеркнуть. Что в ту пору, значит, появилась, наконец, возможность ученых подкормить каким-то образом. Ученый это был, прежде всего, либо художник, он был человек, работающий по заказу, заказов стало много, у него были мастерские, ему нужно было не только вот писать холсты, фрески, и, возможно, ему нужно было, значит, что-то строить, отливать, ваять, техника нужна была ему, ваяние, литья, вот, то есть он уже, уже появился, так сказать, некий интерес финансовый к развитию вот этих вот материальной базы искусства. Вот уже факт. И плюс к этому монастыри стали богатеть, а в монастырях работали монахи. Монахи, которые не только, так сказать, там вот наедали толстый живот, они еще и переписывали книги, увлекались науками, чернокнижьим увлекались, алхимией увлекались. Вот тогдашняя западноевропейская наука была такая, знаете, как-то очень, очень схоластикой называли ее, да, она была очень формальная. Вот есть Аристотель, вот по нему всю науку надо рисовать, надо строить, надо от Аристотеля танцевать, от его положений. И вот то, что тогда сохранено было в науке и преподавалось в университетах, а ведь университеты уже достаточно долго существовали, возникли они сами, или они были переняты, так сказать, у арабов, вот эта вот идея такого вот университетских образовательных центров вот этих. Это трудно сказать, но, значит, появились они там. И вот там-то учили их, как, изучение авторов античных, изучение, значит, древних языков, мертвых, кстати говоря, языков, древнегреческого, латинского, древнееврейской можно было учить. Что еще там можно было учить? Можно было читать Аристотеля, значит, заучиванием, значит, что это, чем лучше человек знает наизусть, тем, значит, он более образованный. И вот каково им было потом работать, получив такое образование? Значит, основа физики, вот современной физики, как ее вот так вот понимание, это механика. На основе механических моделей сконструирована вся последующая, ну, все остальные разделы физики. Вот есть какие-то механические модели движения, вот эти механические модели очень нам хорошо помогают понимать другие разделы физики. Там без механики очень тяжело. Так вот, механика Аристотеля, ну, это бред. Тело движется только если на него действует сила. Какие там дальше разговоры идут? А вот планеты движутся вокруг, значит, Земли. А вот, значит, к ним постоянно предложена какая-то сила. Ангел, значит, их должен все время тащить. Там есть специальный ангел, в каждой планете представлен, который ее катает. Без ангела катания этого не будет. И вот в ту пору уже у этих схоластов стала появляться мысль. А ведь как же так-то? Ну, они, возможно, что опытами занимались. Вот как бильярдный шар катится. К нему же сила не предложена. Сила, наоборот, его тормозит. И вот стала появляться идея как раз о торможении. О торможении, значит, таких вот объектов. Значит, как получалось? У… Две модели было. Модель была в механике, так сказать, Филона, которая говорила так, что вот сила, что-то какая-то… Ну, слово «сила» вот в нашем понимании физическом, оно тогда не использовалось. Значит, есть вот некая причина, которая мешает движению, и причина, которая, значит, вот осуществляет движение, да? И вот скорость пропорциональна разности этих вот воздействий. Воздействие побуждающих движений и препятствующих движений. Вот такая вот модель. То есть скорость пропорциональна разности двух сил. А модель Аристотеля была… Ну, это хоть ничего, хоть на что-то похоже, да? А вот модель Аристотеля была принципиально другой. Там говорили так, что скорость пропорциональна отношению действующих сил. Сила, значит, которая, значит, побуждает движение, делить на силу, которая… на причину, которая препятствует движению. Вообще, в принципе, неверно. И вот эта вот куча таких вот всяких сведений, она мешала учёному человеку заняться наукой. Потому что ему прежде всего надо было... Вот я на себя, вот меня учили в институте, многих других людей учили в институте. И мне предлагают какую-то принципиально новую концепцию. Я её отвергаю сходу, потому что она не соответствует тому, чему меня учили. Вот. Принципиально новая концепция. Я понимаю, что меня учили правильно. Кстати говоря, человек средних веков тоже думал, что его правильно учили. Его же по арестователю учили, его с детства ему объясняли, что тебя вот мы учим правильно, самые лучшие, правильные науки учим. Кстати, той же самой науки учили и в арабских университетах. Единственная тогда такая вот развивающаяся наука была... Ну, у арабов, кстати говоря, был у них такой короткий, в общем-то, период исторический, когда у них, естественно, науки развивались. Они, значит, занимались взвешиванием тел. Они очень хорошую таблицу, значит, составили плотности. Она практически вот соответствует современным плотностям, набору современных плотностей тел, как они вот по современным справочникам известны. Они мерили углы преломления цвета вслед за греками в разных, значит, средах. И по удивительному отношению все физики, все тогдашние ученые обходили стороной вопрос о линзах. Вот очки, хотя они существовали в средневековье, а их обходили стороной упорно все оптики, как не видели их, вот странно. Кстати, первым на линзы обратил внимание, по-моему, из ученых Галилео Галилеи. И тут же сделал телескоп. Вот надо же, вот как они все обходили, вот непонятно, да? Не совсем понятно. Вот больше всех у них повезло Леонардо да Винчи. Ну, повезло, как-то сказано слишком сильно. Это потом выяснилось, что оказывается, Леонардо да Винчи в плане образования, вот такого вот естественно научного средневекового образования, не имел никакого. Поэтому у него вот этого, так сказать, тормоза не было. И у него был целый ряд очень плодотворных, хороших, механических идей. Он не был обременен вот этой вот аристотелевой концепцией механики. Совершенно не было обременено. Он ее просто не знал, по всей видимости, скорее всего. И поэтому, например, он, вот смотришь его зарисовки, он рисовал левой рукой и свой ворот на выворот писал, да? Их потом уже расшифровали в его записи гораздо позже, и выяснили, что он, значит, некоторые вещи открыл, которые открыли только в XVIII веке. У него прям там опыта, как из современного учебника теоретической механики. Значит, брусок на столе, через блок перекинут веревочка, значит, там грузик. Вот он, значит, изучал, вот грузик, значит, килограмм, скажем, весит, ну так, по-нашему говоря. Сколько нужно сюда нагрузить, чтобы он сдвинулся. Фактически он определял коэффициент трения. Так вот он выяснил, а это, кстати, был второй закон. Второй закон, начиная после закона Архимеда. Второй физический закон, который человечество открыло. Вот он был открыт, но не был опубликован. Значит, оказывается, он открыл такой закон, что, чтобы сдвинуть тело, нужно приложить силу, равную одной четвертью его веса. То есть он выяснил, что коэффициент трения пропорционален весу, что сила трения пропорциональна весу тела. И он, собственно говоря, вот так вот эмпирическим путем определил, что этот вес равен, то есть коэффициент трения равен 0,25, то есть одной четверти. Удивительно, что вот так вот из обычных объектов, таких вот, которыми располагают люди в своей такой вот обычной технической, практической бытовой жизни, значит, самый большой, наверное, коэффициент трения – это дуб по дубу 0,4, а один из самых маленьких – сталь по стали – 0,17. Так вот, это как раз коэффициент трения 0,25, там как раз хорошо укладывается. Кто в школе когда-нибудь мерил на лабораторных работах коэффициент трения, он знает, как тяжело его померить. То есть вполне нормально он посчитал коэффициент трения Леонардо да Винчи, но об этом узнали уже после того, как этот закон был открыт. Самое удивительное, что вот этот закон о том, что сила трения равняется коэффициент трения на силу нормального давления, знаете, как он называется? Он называется «закон Кулона». Вот, кстати говоря, открыл его гораздо позже «Кулон». Так, ну вот, в Средние века, примите мои, так сказать, извинения за то, что человечество в Средние века не подготовило вам научную базу. Вот, в Средние века кончились, Европа ограбила весь остальной свет, у ней появились возможности для развития наук, появилась возможность содержать людей, людей, которые занимаются только наукой, им не нужно служить своему государю, или там еще чего-то такое, вот, добывать в поте лица свой хлеб, он может быть на содержании общества. Это может быть свободный художник, строитель, инженер, фонтан нужно сделать, нужен гидравлик, да? Помните, Торичелли, как открыл свою Торичелли в пустоту, была проблема, как насос качает воду. Да, оказывается, насос не качал воду, значит, вот он открыл, значит, собственно говоря, атмосферное давление, изобрел ртутный барометр. Но это было после, это было уже в эпоху Возрождения. Значит, эпоха Возрождения – это не то время, когда стали вот таких вот рисовать красивых девушек на картинках, хотя это тоже было то время, но это время, когда в Европе появились деньги, и заработал рынок. Дай Бог, чтобы у нас у всех было много денег. Всего доброго, до будущей передачи, которая будет посвящена у нас физике эпохи Возрождения. Опять процесс пошел, была остановочка и снова поехали. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok